дорогие друзья и коллеги всем здравствуйте доброго доброго вечера здравствуйте 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 рада всех приветствовать присоединяйтесь всех ждем и я буду начинать здравствуйте 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 доброго доброго вечера рада всех приветствовать и рада знакомству давайте я представлюсь меня зовут светлана суркова я являюсь основателем и креативным директором компании рнел 15 лет в области индустрии nail beauty я прошла большой путь от мастера из эконом-сегмента к мастеру, который берет за свои услуги 5000 рублей за маникюр. Затем я преподавала на международном уровне, и затем я создала свой бренд, открыла свою школу в Москве, поэтому сегодня, на самом-то деле, в этот непростой для всех для нас период, я подготовилась и пришла к вам в трансляцию пообщаться с темой антикризисного управления собственным бизнесом. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте! Сегодня я хотела бы дать вам лайфхаки и, конечно же, напутствие в свои советы с учетом своего опыта, возможно, он вам пригодится, и я буду рада, конечно, за обратную связь по тем моментам, как мы с вами можем переупаковать свой бизнес, потому что, как мы с вами понимаем, сейчас достаточно кризисная ситуация, сложное время, но я призываю никого не паниковать, потому что есть очень классные инструменты для того, чтобы сейчас проанализировать текущую работу, ситуацию, для того, чтобы внедрить новое. Вот как раз сегодня я хочу об этом с вами поговорить. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Рада всех приветствовать! Доброго вечера всем! Здравствуйте! Вы можете мне начинать в комментариях пока что рассказывать, как ваши дела, работаете вы или нет, сейчас сидите дома на карантине или все-таки иногда попиливаете, ездите клиентом или принимаете у себя дома, расскажите, как у вас дела. Я как раз буду от этого отталкиваться непосредственно в своей, так сказать, вот этой вот мини-положительной бизнес-истории, которую хочу вам сегодня как раз-таки поведать. Да, здравствуйте всем! Доброго вечера! Доброго вечера! Я хотела бы, пока вы мне пишете, поблагодарить компанию Kinetics, которая пригласила меня в качестве спикера на этот прекрасный марафон, в котором участвует аж целых 15 спикеров с разнообразными темами и по бизнесу, и по маникюру, и по ошибкам мастера. Поэтому, конечно, я тоже не могла пропустить это событие, особенно сейчас, особенно сейчас, когда действительно я понимаю, что нам всем нужна помощь, и поскольку я, наверное, все-таки могу быть вам в чем-то полезна благодаря своему опыту, я хотела бы подбодрить всех, и тех, кто сидит дома без работы, и тех, кто все-таки иногда попиливает, или тех, кто ездит к клиентам на дом. Я хочу сказать, дорогие коллеги, что я пришла на самом деле к вам сегодня с хорошими новостями, и у меня совсем нет идеи и смысла вас расстраивать, несмотря на то, что объявили, объявили такую чрезвычайную, можно сказать, ситуацию, без чрезвычайной ситуации, да, поэтому, конечно, все мы немножечко приуныли, но на самом деле я хотела бы рассказать вам о перспективах, и что нужно сделать здесь и сейчас. И именно, наверное, поэтому я открываю этот марафон для того, чтобы немножечко задать вам темп вашей работы и анализа на карантине. И вот как раз сегодня мы с вами будем этим заниматься. Я советую вам применить мои рекомендации уже либо вечером после трансляции, если у вас будет такая мотивация, вдохновение, и, соответственно, в дальнейшие дни, потому что то, что я буду сегодня говорить, нужно делать не спеша, с осознанием, с пониманием того, что вы хотите внедрить в свой бизнес, что сейчас у вас не получается. Вот над этими вопросами как раз нам нужно будет сегодня поработать, как следует услышать обратную связь, пообщаться вместе в чате и, соответственно, сделать уже далеко идущие выводы, чтобы стать сильными мастерами. Смотрите, я немножечко расскажу вам про то, что сейчас происходит. Я общалась с очень крутыми бизнес-аналитиками, в том числе и с людьми из списка Forbes. Они говорят, что на самом деле не все так будет плохо и ужасно. Если мы говорим конкретно про бьюти-сферу, то отсев составит пока что на первые поры максимум 10-15%, потому что на самом деле наших женщин уже просто-напросто не перевоспитаешь, потому что все будут подкрашивать корни, все будут обновлять ногти. И это очень хорошее время, потому что эконом-аудитория, целевая ваша аудитория из эконом-класса немножечко будет отходить на задний план, а вы как грамотные мастера за счет рекламы, про которую я поговорю чуть-чуть попозже вместе с вами, чтобы вы точно знали, какие сейчас действенные методы, чтобы вы могли, конечно же, себя поднять. Поэтому, коллеги, сейчас самое классное время, потому что, смотрите, те мастера, которые работают себе в убыток, которые пока что не знают, что такое финансовое планирование, те, которые пока что не знают о том, как модернизировать, переупаковать свой бизнес, как проанализировать текущие траты, расходы, как сделать реально прибыльный прайс, как сочетать его с временем работы, потому что очень много нюансов как раз-таки еще и по ценообразованию, как это все сочетать с сервисом, как не прогореть в аренде, понимаете? И вот эти вот все вопросы как раз-таки не знают слабые мастера, которые до сих пор пилят по 500, по 600 рублей. Но мы с вами сильные мастера, которые хотим расти. И даже если сейчас пока что вы, коллеги, еще находитесь в сегменте эконом, если вы только пришли в сферу или пока что сами себя боитесь, да, как я называю, сами себя стесняетесь немножечко, боитесь поднимать цены, боитесь менять целевую аудиторию, но главное, что если у вас есть желание, если вы хотите реально в этой сфере расти, то сейчас то самое плодотворное время, когда на самом деле сейчас будут отсеиваться слабые, как по клиентам, так и, конечно же, по мастерам, и у вас есть больше шансов даже в маленьком городе стать тем самым перспективным мастером, который будет приглашать к себе на самый классный маникюр, педикюр, уже более высокую целевую аудиторию, у которых после вот этого вот кризисного такого домашнего периода останутся деньги, и, конечно же, они захотят, конечно же, они захотят сделать у вас ногти, и давайте как раз об этом поговорим. Я вот как раз у вас еще спросила по поводу того, где вы сейчас, смотрю, вот кто-то работает, кто-то пока что сидит дома, я считаю, что обеим группам мастерам нужно сейчас будет проанализировать, что происходит, и именно первое, с чего мы начнем, дорогие мои, это, конечно же, с финансовой подушки. Напишите мне, пожалуйста, здесь в комментариях, у кого есть финансовая подушка на время кризиса, это очень важно, потому что на самом деле опытную бизнесвумен и, в общем-то, любого бизнесмена отличает от обычного, скажем, обывателя то, что бизнесмен всегда что делает? Всегда планирует финансовую подушку. Пишите вот сейчас честно, потому что будут рекомендации для тех, у кого есть финансовая подушка, и для тех, у кого пока что ее не существует. Бывают разные случаи, этого не нужно бояться, я сразу говорю, да, потому что многие сразу, ой, нет финансовой подушки, остались без денег, еще полно кредитов, и непонятно, что там со студией, что там с развитием, и как же быть, и что же делать. Так вот, я хочу сказать коллеге, что сейчас вот эту информацию тоже нужно будет применить, это первое. Второе, на будущее, конечно, нужно будет определять именно вот вектор направления, вектор направления движения, да, для того, чтобы создать специальную статью расходов, да, или наоборот доходов, как я называю, расходов, расходы тогда получаются, когда мы обналичиваем, да, эти деньги. Как раз таки про форс-мажоры, если мы с вами говорим, то вот мы должны, конечно же, с вами в условиях нашего государства, в условиях мира откладывать, безусловно, конечно же, на, ну, такие вот дни, когда у нас и курс валют растет, например, когда мы с вами оказываемся вот в таких вот ситуациях, как сейчас, когда у нас нет государственной поддержки, когда у нас есть только отсрочки, например, от налогов, да, но это не умаляет абсолютно нас их не платить, и я просто знаю, что мы с вами, как бизнес-вумен, конечно, сейчас сталкиваемся еще и некоторые из вас с наймом сотрудников, с которыми тоже надо что-то решать по зарплате, поэтому, конечно, вот на такие случаи я спрашиваю у вас, а есть ли у вас эта финансовая подушка. Отлично, я получаю ответы, я их вижу. У кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то маленькая, это тоже нормально. Так, есть, на попе шерсть редкая, но своя. Замечательный комментарий. Здравствуйте, есть, но откладывал на другой случай, окей. Так, подлокотничек, я бы сказала, есть, ага, так, 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 нет, нет, подушки, есть подушка в виде мужа. Слушайте, все варианты хороши, все великолепно, все великолепно, поэтому, коллеги, значит, смотрите, прям вот краткий ликбез сейчас по поводу подушки безопасности. На самом деле это отдельная тема, но я прямо ее сейчас проговорю вам, поскольку мы для того, чтобы увидеть свои деньги, любые, даже если вы сейчас зарабатываете 20 тысяч рублей в месяц, кто-то зарабатывает 100, кто-то 200, например, кто-то 50, 70, да, это неважно. Но если есть цель увидеть свои деньги, а не просто, скажем, подрастеряться немножечко, да, вы что-то вроде бы работаете, вы как-то себя тратите, вы как-то вот вкладываетесь в свою профессию, да, но при этом вы не получаете отдачи какой-то как таковой, вы смотрите в конце месяца, да что ж такое, опять какая-то тыща на кармане, да, ну как же так, как же так, вроде бы хотелось больше. Пять конвертов, это моя авторская методика, я про нее уже, наверное, ну знаете, только вот неленивому не рассказала, но поскольку я знаю, что мы с вами огромная сфера, и возможно, кто-то меня видит впервые, я рекомендую вам завести пять конвертов, пять реальных конвертов, куда вы пока что первое время, как говорится, образумливаете себя, дрессируете себя, свою волю самобладания, откладываете деньги в наличных, для того, чтобы вы могли, во-первых, почувствовать их вес, что вот они действительно есть в этих прекрасных конвертах, во-вторых, для того, чтобы они у вас могли отложиться, потому что когда у нас деньги перетекают на карту, тут уже начинается такой хаос, беспорядок, и в этом случае, конечно, очень и очень сложно уже планировать финансы, поэтому смотрите, пять конвертов, которые вы заводите, для того, чтобы у вас всегда была и подушка безопасности, и грамотное планирование, чтобы на маникюрный рай хватало, вы приходите и покупаете все лаки, которые хотите, да, и для того, чтобы вам на жизнь хватало, чтобы вы видели деньги на свои мечты, на свои девочковые желания, первый конверт, вы пишете себестоимость, и туда складываете все, что связано с вашим расходом на процедуру, это первый конверт, связанный с себестоимостью, соответственно, туда у нас как одноразовые, так и неодноразовые расходники, идут все, что вы тратите на сервис, естественно, все ваши фрезы, все ваши кусачки, амортизация оборудования, ремонт в кабинете, аренда студии, например, да, это все мы как раз-таки кладем в первый конверт, понимаете? Дальше, образование, развитие, это могут быть не только нейл-курсы, это не только нейл-курсы, это именно то, за счет чего вы себя поднимаете, за счет чего вы, в принципе, растете, как человек, который принадлежит к бизнесу, и туда вы складываете, например, всего лишь 100 рублей с процедуры, да, 50-100, но таким образом, чтобы у вас эти денежки складывались на образование, на развитие, это могут быть в том числе психологические курсы, это могут быть курсы по личностному развитию, по переупаковке бизнеса, по тому же, например, развитию личного бренда, какие-то мастер-классы, вебинары по ногтям, которые подтягивают вашу скорость, то есть здесь все, что угодно, но, по крайней мере, вот 50-100 рублей с процедурой мы с вами также откладываем в этот конверт. Самый главный конверт, как раз тот, который формирует нашу бизнес-подушку запасную, и который позволяет нам жить какое-то время в нашей стране, в нашем мире, когда происходят различные кризисные ситуации, когда нам не помогает наше государство, это конверт форс-мажоров, когда мы с каждой процедуры туда откладываем тоже 50-100 рублей, это могут быть, в принципе, небольшие деньги, видите, я не говорю сейчас о том, что нужно там откладывать там 500 рублей, да, никто не говорит об этом, но если вы посчитаете путем нехитрых расчетов на том же самом калькуляторе, если даже вы откладываете, например, 100 рублей, у вас 5 клиентов в день, то это 500 рублей, и если вы работаете, например, 20, ну, я сейчас просто утрирую, да, чтобы это было понятно, 20 дней в месяц, то таким образом у вас там 10 тысяч скапливается, понимаете, поэтому это, конечно, очень и очень привлекательная история, и, конечно же, конверт форс-мажоров можно использовать как на вот такие вот не очень понятные запланированные ситуации в плане расходов, да, уж потом денежных, так и в том случае, если, например, вы роняете сухожар, у меня просто было такое, я вот об этом всегда рассказываю, потому что случай курьезный, я задеваю сухожар локтем, он у меня падает, разбивается, понимаю, что мне нужно откуда-то брать деньги на него, и вот как раз-таки конверт форс-мажоров меня в свое время спас, поэтому очень нужная вещь, как для жизни, конечно же, так и для вашей работы обязательно. В конце концов, если ничего не случается, вы эти деньги в конце года либо инвестируете в какие-то курсы, либо инвестируете их в себя любимую, либо едете в отпуск, тратите по своему, скажем, назначению, понимаете, да, какой классный плюс. Вот у меня были годы работы, когда у меня в этом конверте скапливалось 100-200 тысяч рублей, представляете, это были прям вот какие-то огромные такие деньги на самом деле, и я помню первый год, значит, и мне эти деньги понадобились на ремонт в моей московской студии, потому что я тогда переехала из Подмосковья, и я открывалась в Москве, а второй год я просто поехала путешествовать. Так что вот такие вот дела. Здесь как можете, да, сами варьировать. Четвертый конверт, коллеги, четвертый конверт заключается в том, что там должна лежать ваша прибыль. Там должна лежать ваша прибыль. Прибыль ваша как раз-таки должна быть по сумме, по-хорошему, больше, чем все вот эти расходы, то есть себестоимость, форс-мажоры и ваше развитие. Если мы форс-мажоры и развитие откладываем, например, по 100 рублей всего-навсего, то себестоимость сколько у нас залетает? Обычно это рублей 500-600. Смотрите, 700 рублей – это только ваш бизнес. Все, вот мы их не трогаем, это наши деньги. Четвертый конверт – хотя бы 700 рублей. Ну, чтобы какое-то равновесие на весах было, да, что вы вроде бы как хотя бы пока что зарабатываете столько же, сколько тратите. Понимаете, да, о чем я говорю? Хотя бы вот примерно. Поэтому для тех, у кого сейчас пока не получается равнозначного числа на этих весах, задумайтесь, коллеги, возможно, что вам нужно повышать свой уровень. Возможно, что вам нужно повышать не только свои цены, но и свой внутренний уровень. Потому что от нашей самооценки зависит зачастую с кем мы работаем, как мы работаем, какие, опять же таки, прайсы мы делаем. Кому-то комфортно пока что работать с экономой аудитории, успокаивать себя, например, о том, что, ну, вроде бы как другая целевая аудитория не идет. А кто-то, наоборот, применяет современные инструменты, рекламу, и, конечно же, здесь и другие люди подтягиваются, и другие цены, и другие запросы. Поэтому, если в вашем четвертом конверте после процедуры оказывается меньше денег, чем в первых трех, то, конечно, нужно подумать вообще о том, насколько грамотно вы чувствуете вот этот вот свой бизнес-моторчик внутри. И, конечно, его нужно будет дотягивать, дотягивать. И тут, скорее всего, дело внутри нас зарыто, потому что самооценка, самооценка у нас зачастую хромает, понимаете? И мы зачастую сами себя немножечко принижаем и работаем с теми клиентами, которые нам, скорее, готовы заплатить ниже, чем больше. И они приходят потому к нам, что их устраивает цена, а не потому что у них есть что-то более ценное, понимаете, да, о чем я говорю? Потому что те клиенты, например, которые ценят вас больше, и для них есть что-то нечто большее в вашей услуге, чем просто маникюр за деньги, при повышении цен на чашку кофе, на 100 рублей, то бишь, да, у нас в Москве 100 рублей, там 100, 150, 200 кофе стоит, они от вас не уйдут, потому что вы им делаете самую лучшую форму, потому что никто, как вы, не делает им такие классные тоненькие торцы. Потому что, например, никто классно так не покрывает кудикулей, что это просто нереальное какое-то выравнивание, вот она ходит и прям вот эти ногти, посмотри, какие они классные, классные, мне никто так не может сделать. У меня просто были такие клиенты, знаете, я всегда думала, что я беру ценой, и я даже спрашиваю, говорю, ты ходишь ко мне почему, потому что тебя цена устраивает? Она говорит, нет, говорит, потому что ты мне делаешь вот этот вот скво-овал таким, какой он мне нравится. Я хожу по всяким салонам, то мне угол какой-то один косо спилит, то еще что-то, то ногти вот эти вот торцы все время цепляются, то какие-то углы жирные тут оставят, а ты мне делаешь то, что мне нравится, понимаете? Когда я это, например, слышала, думаю, ну как так, почему я сама до этого не додумалась, понимаете? Поэтому главное, конечно же, это ценность наших клиентов, поэтому здесь можно долго об этом говорить, это тоже отдельная тема про ценообразование и так далее. И, конечно, про клиентоориентированность и про лояльность, но сегодня я хочу выжимку вам вот такую просто дать, да? Поэтому четвертый конверт, коллеги, задумайтесь, сколько вы туда кладете. Это очень важно сейчас в качестве понимания для того, чтобы на будущее выстроить план. А план я вам как раз чуть-чуть попозже расскажу, как выстроить план вот сейчас, какими вопросами задаться для того, чтобы понять, к чему вы идете. Потому что на самом деле, поверьте, месяц вот этот вот, да, сейчас апрель, который мы вырываем из жизни, это ничто по сравнению с годом, с двумя, с вашей карьерой. Поэтому думать, конечно же, нужно всегда, везде. И сейчас как раз это самое благодатное время, когда, ну, можно сказать, всех посадили в этот отпуск, а мы с вами не в отпуске, мы работаем, мы думаем с вами, это нормально, это хорошо, это благоприятно. Потом, когда вы выйдете, у вас уже будут идеи классные и трезвые. Поэтому дальше, после того, как мы сделали четыре конверта, мы заводим пятый. И пятый конверт – это самомотивация, это про любовь к себе. Это то, что заставляет нас чувствовать себя полноценной хозяйкой своей жизни. Вне зависимости от родителей, мужа, детей, родственников, друзей. Вы создали свой бизнес, вы самодостаточны, вы себя любите, вы себя балуете. Пятый конверт называется «Моя маленькая мечта». Так и называется. Друзья, он не называется «Кабала», он не называется «Каплюна Феррари», он не называется «Ипотека», потому что это мы относим к большим мечтам, и мы это можем делать либо совместно в семье, либо, если вы одна, то это берется из четвертого конверта, потому что четвертый конверт – это ваша чистая прибыль, вы тратите ее, как хотите. Опять же таки, на детей, на благотворительность, на отдых, на родственников, на мужа, на подарки, на все, что хотите, на развлечения, на хобби. Это четвертый конверт, это по сути есть ваш чистый заработок. Пятый конверт неприкосновенный он для вас. Каждой женщине и на самом деле каждому человеку нужно иметь этот пятый конверт, потому что это ваша мотивация. Когда вы много работаете, когда вы много вкладываете в свой бизнес, когда ваша женская голова, и в том числе мужская, если меня слушают мужчины, заняты постоянно вот этим достигаторством, а мы с вами сегодня все достигаторы в 21 веке, то, конечно, нам хочется некого внутреннего самоутверждения, не вот этого открытого, как у нарциссических натур, а мы хотим вот себе внутри сказать, да, я делаю все правильно, да, я хочу здесь и сейчас себе, например, через несколько процедур маникюра позволить сходить там купить любимую сумку, там, или какую-то там вещь для себя покушать в лучшем ресторане города, да, но вот свои мечты вот материальные доставайте на поверхность. Я сейчас не про мир во всем мире, да, не про здоровье всем, а именно вот какие-то материальные маленькие хотелки. И смысл этого конверта, когда вы складываете туда денежку, вы можете, в принципе, туда складывать там 50 рублей, 100 рублей, 200, вот сколько вы посчитаете нужным, да, вот до этого наполнения, до мечты, и осуществлять что-то очень быстрое. Ну, например, знаете, как у меня было? Я когда работала, мне очень-очень-очень захотелось сходить тогда в салон красоты, что-то изменить в себе, и, знаете, я просто вот так вот сделала, как-то сидя в пятницу вечером, думаю, дай-ка назад расхожу в салон, в хороший такой, знаете, салон, там, где ценник огромный, вот мне как женщине захотелось. Это просто один из примеров, и я это взяла и сделала. И меня это наполнило, понимаете? Поэтому такие вот маленькие, казалось бы, нужные штучки, они могут быть какие угодно на самом деле, там, сходить, парфюм себе какой-то купить, да, там, сумку какую-то, кофточку заказать себе, не знаю. Вот именно материальное что-то, понимаете, что вам больше нравится? Там, покушать где-то, сходить, например, да, с подругой посидеть. Вот, пожалуйста, то есть это то, что направлено конкретно на ваше наполнение. Не подарок мужу из этого конверта, не подарок сыну, не подарок бабушке, там, например, да, не отдых какой-то, вот я имею в виду, да, такой семейной, компанейской, именно то, что наполняет вас. Это очень важно. На себя учиться тратить деньги, выполнять свои мечты, желания. Вот, пять конвертов, это вот прям совсем кратко-кратко-кратко. Себестоимость, развитие, форс-мажорные ситуации, моя личная прибыль из этого конверта, вы можете вытягивать сразу деньги, да, там копить не нужно. И ваш пятый конверт, вы его сначала копите, а потом вытягиваете. Опустошаетесь чувством долга и достоинства, как говорится. Поэтому вот эту систему сейчас применяют все коллеги, у кого есть свободные деньги, у кого пока что еще их нет, но зато вы знаете, к чему двигаться. Потому что следующий пункт, для того, чтобы у вас появились деньги, и для того, чтобы вы привлекли клиентов сейчас новых, заинтересовали старых, это реклама. И не думайте, что это нужно будет делать 30 апреля, когда опять загрузится, знаете, весь Инстаграм, будет нереально смотреть трансляции, потому что все опять начнут что-то рекламировать, все выйдут на работу, движуха вот эта начнется. Коммерческое, уникальное торговое предложение нужно составлять уже здесь и сейчас, чтобы вы его уже потом не докручивали, чтобы оно у вас было готово, чтобы вы раз его и поставили сразу, чтобы вы раз направились на нужную целевую аудиторию. Два метода, которые работают сегодня у нас, это первый, бесплатный, внимание, бесплатный, для тех, у кого нет финансовой подушки, это взаимопиар с коллегами. Я об этом говорю всегда, он работает уже очень активно, наверное, год третий в Инстаграме. Что вы можете делать? Вы можете, например, брать коллег, искать в своем городе по ресницам, по шугарингу, по бровям, например, там тех же самых парикмахеров и так далее. И с ними обмениваться клиентской базой, соответственно, они у вас размещают посты и, соответственно, вы о них делаете рекламу в сториз и у вас получается как раз вот такая вот целенаправленная друг на друга движение, можно будет говорить так, да, особенно если вы находитесь в одном сегменте, это правильно, если вы будете искать коллег в одном сегменте ценовом, то вы, конечно же, будете обмениваться этой аудиторией, попробуйте, потому что это реально метод, который работает, и самое главное, он бартерный, то есть он без затрат абсолютно, и это большой-большой вам плюс. Главное, вы сейчас уже начинаете искать коллег для того, чтобы вы могли дать рекламу. Понятно, да, это взаимореклама, взаимопиар, это вот так называется. И еще один метод тоже, который я расскажу вам вкратце, это таргетированная реклама, но, друзья, когда мне говорят, что таргет не работает, то я как раз уже сейчас сижу, потираю руки и говорю, что нет, таргет работает, просто его нужно настраивать. И вот как раз на примере нашей компании «РНель» я хочу сказать, что таргет работает великолепно, потому что, во-первых, картинка, которая привлекает сразу же, вы знаете, даже текст не хочется читать, выберите классные ногти, стилизованные, выберите классный ракурс, чтобы был понятен ваш почерк, ваша чистота, ваш стиль исполнения. И вот эта вот фотография, чтобы она уже, ну, просто-просто, и была не просто фотография, уже с акцией, например, какой-нибудь, да, то есть вы там размещаете мини-текст. И дальше сам текст, собственно, да, вот под этой вот акцией, который тоже уже должен быть просчитан, который тоже должен быть уже прописан, то есть не просто там такой-то район, там Ярославль, там Нефтяников, вот приходите ко мне, там ногти 500 рублей. Это я сейчас утрирую, конечно, да, понятное дело, что, наверное, желающих на 500 будет много, но в любом случае, текст, конечно же, тоже, как и фотографии, должны быть продающими, поэтому сейчас, коллеги, время для того, чтобы составить свое уникальное торговое предложение. Если мы, прям вкратце сейчас вам это проговорю, да, если мы все еще находимся в поиске своей целевой аудитории, то здесь логично предлагать акции, скидки до 30% и абонементы, которые рассчитаны на 3, на 5 процедур, когда, например, человек опять же-таки покупает абонемент, но, например, на все услуги с той же самой скидкой 15, 20, 30% в зависимости от того, как много людей вам нужно набрать. Если же, если же вы работаете как раз-таки в такой средней целевой аудитории, будем так говорить, да, по среднему прайсу, то это как раз-таки будет очень-очень таким хорошим движением вперед, вектором, для того, чтобы привлечь тех самых клиентов по таргетированной рекламе. И текст акции, вот то, что акция, например, да, или там то, что, например, маникюр по сниженной цене, это уже размещается на фотографии тоже, в том числе. То есть, не просто ногти, да, на ногти там девушка пролистает, а если какой-то еще текст сопроводительный, то тогда, да, уже будет лучше. Вам важно найти свое уникальное торговое предложение, что это может быть, помимо всего этого. Например, кто-то сделает блиц-маникюр. Вот я предложила тоже в одной из своих трансляций, смотрите, как это работает. Допустим, вы берете технику, оттачиваете ее, внедряете, например, маникюр с ремувером. Кстати, комплимент компании Кинетикс, у них великолепный ремувер для кутикулы. И вы внедряете этот ремувер в технику маникюра, еще одну. Открою секрет, маникюр с ремувером зачастую будет быстрее, чем аппаратный, чем комбинированный, особенно если руки простые, особенно если там, в общем-то, нечего особо там фрезой, грубо говоря, да, работать. Поэтому вы обозначаете его как блиц-маникюр. Сейчас здесь, будучи на карантине, пока что оттачиваете эту технику на себе, на муже. Полно, кстати, видео на ютубе, я сейчас не призываю вас даже на курсы ходить, да, полно, просто полно видео. Я тоже в свое время смотрела, как сделать необрезной европейский маникюр с ремувером. Но максимум, что вы можете сделать, это кусачками, еще подрезать, например, заусенцы, потому что все руки ухоженные, у меня такие, я себе делаю раз в, там, в три недели, раз в месяц маникюр. Есть такие девочки, вот у меня тоже даже были такие клиентки, у которых, в общем-то, ну, этот аппарат, он не нужен нам был, например, да, или какой-то комбинированный. Мы просто убирали птериги при помощи этого ремувера, выполняли, соответственно, покрытие, заусенцы все обрезали, и, в общем-то, все было великолепно, все было замечательно, это было гораздо быстрее. И вот, в общем, вы внедряете, например, эту технику, у вас и получается, например, маникюр снятия, сам маникюр, и покрытие, допустим, полтора часа, ну, в идеале час, у меня был час, когда я работала, у меня эта техника была самая-самая реально быстрая. И вы пишете блиц маникюр, например, называете его блиц маникюр, внедряете как отдельную услугу, и, например, проставляете какую-то нереальную сумасшедшую цену. Во-первых, потому что еще никто не понимает, что такое блиц маникюр, это уже само по себе какое-то новое маркетинговое название, хочется попробовать. А во-вторых, вы пишете время, вы указываете время, например, там маникюр за час или маникюр за полтора часа, и то и другое считается очень быстро, реально. Это считается очень хорошее рабочее время для топ-мастера, который выполняет стандартную услугу снятия маникюра и, собственно, само покрытие. И этим, конечно же, вы можете уже зацепить клиента, понимаете, поэтому сейчас на карантине нужно еще раз проработать все свои техники, понять, где вы можете даже при потере клиентов сократиться, проанализировать все, понять, где у вас лишние движения, где вас немножечко что-то напрягает. Если что, быстро взять, если вдруг совсем какая-то загвоздка, заминка, то в этом случае вы берете курсы, какие-то вот легкие даже, онлайновые курсы, либо идете на YouTube, просматриваете техники, я так делаю свое время, и я находила для себя решение, то есть бесплатно на YouTube. У кого нет финансовой подушки, коллеги, услышите меня, есть YouTube реально. Там можно посмотреть, например, в свое время я узнала, как, это было давно, правда, еще, как правильно, я даже не знаю, мне кажется, сейчас мало кто так показывает, но там было одно такое классное видео, как правильно можно, знаете, вот прям шариком, прям быстро-быстро-быстро-быстро все вот это вот убрать, все роговевшие частицы. Там, конечно, какая-то прям невероятная шлифовка была показана, я ее применяла потом в своей работе, это вот я к чему веду, к тому, что все равно каждый из нас увидит для себя что-то ценное, поэтому если пока нет денег на курсы, если пока сложная финансовая ситуация, то есть YouTube, и я об этом вам заявляю в открытую, да, несмотря на то, что со временем инструктором была, это нормальная практика, что мы у своих коллег перенимаем какие-то знания, потому что так или иначе все равно мы работаем по своей технологии, нельзя сказать, что кто-то у кого-то там что-то своровал, да, и что я работаю полностью по какой-то еще технике, нет, конечно, вы ни в коем случае так не будете делать, поэтому делайте свои новые техники, модернизируйте и продавайте их по отдельным услугам, тем же самым уже, кстати, будет дороже. Понятно, да, что, например, Блиц-маникюр, который я описала до этого, он будет стоить дороже, это как дополнительная услуга. То, что касается акций, смотрите, много очень вопросов тоже мне в директ личный приходит по поводу вот этих акций. Если мы сейчас будем привлекать новых клиентов по акциям, кто к нам придет? Конечно, к нам будут приходить, в общем-то, те клиенты, которые могут позволить себе акции. Это будет, скажем, целевая аудитория ниже по ценовой категории, нежели та, что есть у нас сейчас. Но если есть цель, если есть вот эта заинтересованность именно работать в низкопродуктивные месяцы, они вот сейчас вот будут, пока народ будет раскачиваться, то почему нет? Почему, например, не взять этих клиентов теми же самыми акциями? То есть вы будете работать, например, как в экономной аудитории с акциями, к вам придут клиенты, вы будете дальше принимать своих уже тех клиентов, которые у вас есть, потому что не может, друзья, быть такого, что сейчас все от нас убегут, сказать всем женщинам, не красть и ногти, денег нет, найдем деньги, все найдут деньги, поверьте, сейчас еще все за месяц отрастут и прибегут еще. У меня вот как раз общалась в директе с несколькими мастерами, они говорят, у нас уже очередь стоит. Уже все попиливают, сидят себе судорожно, это покрытие, все хотят, хотят, и уже записываются вот на май как раз таки. И даже кто-то уже на конец апреля, потому что говорят, ладно, я к тебе, мол, сама приеду, ты мне сделай что-нибудь уже, потому что, ну, не могу, не могу уже. Поэтому не пугаемся, да, без паники. И плюс будут еще те, кто будут записываться на Блиц-маникюр, который вы будете делать быстрее, он будет, в общем-то, такой же качественный, но по сути, этот человек будет готов платить за время. Понимаете? Поэтому тут вот получается, что мы будем с вами таким многопрофильным мастером какое-то время, который работает с разной целевой аудиторией. Соответственно, при поднятии цен, когда вы будете плавненько убирать акции, у вас останутся клиенты из эконома, кто-то частично, вот эти ваши middle клиенты останутся, да, и кто-то, соответственно, у вас еще останется с верхушечки, вот с этой вот, с Блиц-услуги. Я думаю, что здесь, в принципе, понятно, я не буду сейчас вот зацикливаться, да, как-то вот, потому что хочется мне более емко сделать. На самом деле, каждая тема обширна и требует какого-то, не знаю, марафона, наверное, личного со многими трансляциями, скажем так. Дальше, что еще? Что еще, коллеги? По поводу рекламы мы сказали, по поводу финансовой подушки сказали, по поводу модернизации здесь и сейчас техник мы тоже сказали, потому что ваша задача как мастера, как профессионала сделать так, чтобы вы работали меньше, а зарабатывали столько же. И вот сейчас будут в деньгах выигрывать те мастера, которые проанализируют свои техники, отработают их, отточат, которые найдут решение, как сократить скорость свою и как за меньшее время зарабатывать столько же, сколько вы зарабатывали до кризиса. Понимаете? Вот здесь вот такая вот логика. Это нужно делать уже здесь, сейчас. Тренируйтесь, смотрите YouTube, берите курсы, внедряйтесь и выдавайте новый продукт, так сказать, для своих клиентов и прежде всего, друзья, для себя, для себя, потому что сэкономишь на времени, пойдешь дальше вперед. Это будет реально очень круто, потому что появятся окошки как на себя. Вопросы. Поскольку мы с вами говорим про анализ сегодня, нам нужно себе правильные вопросы задать. Правильно? Ну, правильно. Соответственно, тавтология, тавтология, но никуда не денешься от этого. Всего 4 вопроса, которые нужно вам проработать. Хотите, берите листочек бумажки, хотите в уме, хотите на телефоне, как угодно, но у вас должно сейчас за эти дни сложиться представление. Первые 2 вопроса. 3 часа, да, потому что мы очень-очень сильно теряем. Что нам на самом деле нужно не только технику модернизировать, но и, например, смотрите, если вас во времени оттягивают материалы, если вы покрываете все еще в два слоя, если вы все еще работаете с долгими густыми базами, то нужно тоже для клиентов со средней целевой аудиторией. Следовательно, возникает вопрос, как переупаковать свой бизнес в статье расходов, будем говорить так, да, потому что наши вроде бомбиции о том, что у нас должна быть лучшая студия в городе, там, в классном районе, например, там вы полностью платите все налоги, при этом, да, у вас стоит дорогое оборудование, но, потому что вы скромные, прекрасные, к вам ходит пока что целевая аудитория среднего класса. Клиентов много, выхлопа, например, мало, и, конечно же, здесь стоит еще пересмотреть вопрос вложений, например, в аренду, вопрос вложений в сервис, потому что вопрос, зачем эконом-классу, например, покупать какие-то шикарные конфеты и каждому дарить, опять же таки, там, шикарные подарки, например, на праздники, на Новый год, на 8 марта, да, то здесь мы сопоставляем просто всю вот эту нашу прошлую деятельность с некой перспективой на будущее, будем говорить так, поэтому, конечно, коллеги, вот сейчас прям расписывайте, что мне сейчас здесь не нужно, например, конфеты Ферреро Роше для тех, кто приходит на ногти за тысячу, да, и, например, что мне не нужно, мне не нужно это дорогое помещение, может быть, мне перебраться в спальный район и привлекать тех же самых мамочек, например, там сотрудниц ближайшего офиса, предположим, которые могут к вам приходить, да, понимаете, о чем я говорю, за те же деньги, но по аренде у вас это будет ниже, например, или сгруппироваться с мастером-бробистом, например, открыть какую-то совместную студию, да, или может быть в салон пойти работать, чтобы опять же такие клиентами обрасти, если у вас есть такие популярные салоны, которые на рекламе постоянно работают, которые известны в городе, то есть подумайте, вот сейчас опять же таки ваше время, чтобы понять, что мне нужно, что мне не нужно, с тем, что нужно, мы разобрались, нужно урезать скорость, нужно сейчас модернизировать свои техники путем сломоанализа, путем курсов и, конечно же, в общем-то, без ущерба в качестве свою услугу переупаковывать, понимаете, да, о чем я говорю? Дальше, сейчас просто у меня тут чуть-чуть зависает немножечко, так, тут очень много ваших комментариев, коллеги, я, как вы понимаете, после информации их начну читать, да? это были первые два вопроса, что мне нужно, что мне не нужно, вот прям задавайте себе эти вопросы и начинайте вот думать, 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 что я могу убрать сейчас, не потеряв в качестве и что я наоборот могу привнести, что мне нужно подтянуть, знания, например, какие-то, да, вот продумать курсы, например, по личностному росту, коллеги, услышите меня сейчас, да? Смотрите, если есть неуверенность, если есть постоянная вот эта вот какая-то, знаете, вот как кошки на сердце, что вот цены там поднять не могу, что вот понять вот не могу, что ж такое, что ж такое, да? Как же быть с этим? То курсы по личностному развитию, курсы по личному бренду, курсы по тому, как себя продавать, вот эта вот история, да, об этом. Соответственно, это сейчас нужно все решать. Нужно снизить скорость, анализ сначала, потом курсы. Еще раз призываю, услышите меня, сначала сами, потом курсы, потому что курсы, это такая, знаете, краткая мотивация, это вот сегодня они есть, вы на них пошли, они вас на несколько дней зарядили, а дальше, оп, вы сдуваетесь. Я просто знаю этот эффект, я очень много изучаю как раз психологию вот такую, поэтому сначала сами, чтобы очень сильно захотеть, скажем так, да, вот захотеть изменений своих личных, а потом уже, конечно же, перейти на курсы, чтобы вам уже классный мотиватор помог. В этом плане. Так, подождите, что такое, не только у вас зависает, у нас тоже сильно, что прям вообще сильно-сильно зависает? Сейчас, минуточку. Так, да, 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 здравствуйте, да. Так, на вопросах зависли, так, ну слушайте, смотрите, вообще, в принципе, в записи, вообще у меня интернет хороший, даже не знаю, почему так могло произойти. Да, здравствуйте, давайте в записи тогда просто еще раз пересмотрим, чтобы это было уже нормально, чтобы я не отвлекалась, грубо говоря, на это дело. И еще два вопроса, еще два коллеги, их всего четыре у нас. Значит, первое, что мне нужно, что мне не нужно? И еще два вопроса, это, сейчас я их попытаюсь сформировать, да, чтобы это было вот прям понятно. Что, давайте вот так, что я умею и что я не умею на данный момент? То есть, первое, что нужно, что не нужно, второе, что умею, что не умею. Объясняю, тоже на простом примере, который вас также заставит немножечко подумать, что я не умею. Ну смотрите, допустим, например, я не умею делать педикюр, а педикюр как раз таки уже сейчас, в летнем сезоне, дает нам больше заработок. Во-первых, перед летним сезоном, когда так или иначе народ выдвинется либо на даче, либо в какие-то отпуска, все равно кто-то поедет, пускай они очень дорогие, но однако. И затем, перед осенним сезоном, когда у нас, в общем-то, все с дачи приедут, как говорится, с цветными пятками, да, когда все возвратятся с морей и тоже захотят обновить педикюр. И, в общем-то, те услуги, которые повышают наш чек, которые дают нам больше, то в этом случае, конечно же, мы отвечаем себе на вопрос, что я сегодня умею, что я не умею. Если мы пока что еще, опять же таки, плаваем в сервисе, мы не знаем, какой сервис подавать клиентам, как выделить свое УТП, вот это, да, за счет сервиса, например, или мы пока еще не знаем про финансовую грамотность, да, у нас нет навыков пока, это нормально, это нормально, не у всех сразу, да, это закладывается, либо нет понятия такого, то, опять же таки, мы начинаем в этих сферах больше и лучше разбираться. Поэтому сейчас благодатное время, когда есть возможность разбираться в себе, копаться у себя в голове, причем спокойно, никуда не спеша абсолютно, да, еще раз повторяю, начать с себя. и затем потом уже читать книги, смотреть Ютуб, затем ходить на курсы, составлять план на год, понимаете, о чем я говорю? Это работа не только на месяц, это реально вы сейчас отстраиваете план не только даже на 20-й год, но еще и на 21-й, на 22-й. И главный вопрос, который вы себе задаете, пятый, а что я хочу в итоге, кто я здесь? Вы отвечаете себе на вопрос, какова моя наивысшая цель, вот хотя бы на ближайшие годы в бьюти-нейл-сфере? Кем я себя вижу? Я либо очень крутой мастер, раскрученный, которого знает весь город, и клиенты, знаете, как лучшего гинеколога, вас просто вот так вот затаив сердце передают и говорят, боже, самые крутые ногти, еще делает быстро, круто принимает, студию у нее, вообще просто девочка вот такая, вот на тебе ее телефон, не пожалеешь, делает дорого, но вот так, вот так просто, понимаете, да? Либо это, например, бизнесвумен, которая также сотрудничает с мастерами, у которой есть свой штат, и у которой есть своя классная студия, которую тоже знают, потому что вы, почему вас знают? потому что вы должны над рекламой работать, да, над сарафаном радио. Либо вы та самая бизнесвумен, которая открывает уже сеть своих студий, сеть салонов, например, сеть студий около различных бизнес-центров или прям в бизнес-центрах, потому что очень многие сотрудники любят делать, ну, в общем, спускаться, грубо говоря, на этаж ниже, да, и делать маникюр, например, тот же самый вечером после работы. Почему нет? Или в обеденный перерыв, или в свободное время, такое тоже бывает, и когда в офисном центре работала, у нас такая студия была, знаете, просто на расхват, реально, серьезно говорю, там всегда сидели девушки, которые работали в офисе, их там даже отпускали ради этого, потому что реально очень была популярная студия, и целевая аудитория была всего лишь только вот этот бизнес-центр, не поверите, запись была всегда. Я как мимо не прохожу, а там постоянно вот люди, так что вот так. Поэтому, далее, кто вы можете, кем вы можете быть еще? Вы можете стать очень крутым инструктором, потому что сейчас то самое время, когда вы можете переупаковаться и давать пользу, например, не только девочкам, не только вашим клиенткам, будем так говорить, да, но еще и профессионалам, мастерам. Вы можете какие-то свои лайфхаки раскрывать, вы можете какие-то свои онлайн-курсы запускать, у вас есть какие-то клевые фишки, но так давайте делитесь ими, почему нет? Или, например, вы хотите сотрудничать с брендами, вы хотите открывать магазины, у вас есть такая коммерческая жилка, вы хотите какой-то свой проект, еще что-то, пожалуйста. Понимаете, вот сейчас это такое благодатное время, когда можно такое придумать, что просто вообще, вы знаете, когда загоритесь сами этой идеей, вас начнет так переть. И поэтому сейчас основная задача как раз-таки себя раскачать, коллеги, кто пока что в унынии, кто без финансовой подушки, кто пока что не понимает, откуда брать клиентов, у кого пока хаос в голове по поводу сервиса, по поводу дальнейшего развития, вы должны сейчас себя накачать эмоционально, а накачиваете вы себя эмоционально, когда вы летите в свою голову и просто начинаете мечтать. И это даже сейчас не про то, что нужно загадать желание выпустить его и пускай прилетает, нет, это совсем другое, когда вы себя раскачиваете, когда вы роетесь в себе и честно признаетесь, а что я вообще хочу, я для чего сюда пришла-то, зачем я ушла с той работы от дяди, например, почему я решила свой график вести, почему я решила больше времени мужу, семье, например, уделять, с родственниками видеться, почему я решила выбрать именно бизнес, а не найм, например, почему я решила именно бьюти-сферу, чем она мне нравится, ответьте себе честно на эти вопросы, вот прям честно возьмите и ответьте, понимаете, и когда вы начнете сами себя раскачивать, заметьте, то в этом случае как раз таки вы становитесь реально самодостаточной женщиной, человеком, которого, ну, очень сложно, знаете, как-то расстроить, что ли, по жизни, прогнуть, понимаете, и вы идете, помимо того, что своим путем, то вы еще и строите свою жизнь так, как хотите, поэтому на самом деле используйте, коллеги, это время на любовь к себе, потому что вы должны реально испытывать просто максимальное удовольствие от жизни, когда вы сами себя не загоняете в эту рутину, когда вы кайфуете от работы, когда вы кайфуете от этих клиентов, когда вы кайфуете от самой себя, потому что вы живете в согласии с собой, у вас жизнь за бортом меняется полностью, понимаете, к вам другие люди притягиваются, клиенты нормальные к вам адекватные приходят, не вот эти вот всякие, знаете, непонятные, которых можно часами обсуждать, мужчины правильные притягиваются, дети правильным образом растут, понимаете, вот какое-то вот оно все по-другому вот как-то расцветает, это я вам говорю как человек, который себе всю эту жизнь спрогнозировал, понимаете, вот от и до, по сути моя жизнь, я без преувеличения могу сказать, моя жизнь это из грязи в князи, это серьезно, я родилась в бедной семье, и у нас вообще никакого не было достатка, я работаю с 14 лет, я работала в закрытом городке, в поселке подмосковном, там где я своим клиентом просто пропуски, понимаете, ходила, выписывала, то есть ко мне еще приехать нужно было, потому что очень сложно было попасть, это закрытый военный городок, и я свою жизнь раскачала просто по максимуму, вот этой вот силой мысли, силой мечты и верой в себя, потому что когда мы хотим жить так, как мы хотим, то получается ровным счетом так, как вы загадывали изначально, понимаете, просто нужно это сейчас вытащить, и вот сейчас в карантине, коллеги, нужно это сделать, нужно сделать, и прежде всего на самом деле, несмотря о том, что я говорю об этом в конце, а я об этом всегда говорю в конце, нужно начинать вот именно с себя, не с работы, а с себя, поэтому это вот как раз таки, понимаете, к вопросу о том, как действовать в кризисе, если вы в гармонии с собой, у вас гармония в работе сразу же будет, потому что вы никогда не будете делать потом то, что вас раздражает, что вас опускает, что вас расстраивает, понимаете, это вот вся история об этом, это история об этом, коллеги, и я хочу, чтобы вы сейчас, давайте с вами сделаем следующим образом, вы сейчас скопируете свои вопросы, которые вы мне задали, потому что нас остается 10 минут, мне проще будет перезайти, и я поотвечаю еще также на ваши вопросы, и, соответственно, я надеюсь, что я была вам сейчас полезна, и это был очень-очень на самом деле краткий такой, ну, как сказать вам, быстрый ликбез, быстрая скорая помощь в этот такой, конечно, в общем, удручающий период, но на самом деле ничего абсолютно страшного не происходит, поэтому, пожалуйста, скопируйте свои вопросы, которые вы бы мне хотели задать, и мы сейчас с вами перезайдем в еще один эфир, буквально минуточек максимум 20, тогда еще выделю, чтобы вас ни в коем случае не задерживать, чтобы вы отдыхали, наполнялись, и, наконец-то, уже свои котелочки вот эти вот женские включали для того, чтобы уже начать действовать и развивать себя. Хорошо? Давайте, коллеги, перезагружаемся, перезагружаемся, и я думаю, что мне сейчас еще наша великолепная компания Kinetics, под чьи гиды сейчас эфир, даст мне еще немножечко времени, потому что я видела, что там прям целый список каких-то вопросов, поэтому давайте, перезагрузочку. Продолжение следует...